Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Служба информации и безопасности Республики Молдова подтвердила слова украинского президента Владимира Зеленского, сказанные им «Брюссель», о том, что он предупреждал президента Республики Молдова, Майю Санду, о российском плане по дестабилизации ситуации в Молдове. Собственно, Служба информации и безопасности не привела никаких подробностей этого плана, не сказал о них, разумеется, и украинский президент. Но, тем не менее, то, что такой план существует, очевидно хотя бы по развитию политической и экономической ситуации Республики Молдова. Накануне вторжения в Украину в Кремле предприняли целый ряд шагов, связанных с необходимостью окружения Украины цепью пророссийских режимов. В Беларуси кремлевские стратеги воспользовались общенародным протестом 2020 года, чтобы заставить белорусского правителя Александра Лукашенко согласиться с тем, что его дальнейшее пребывание у власти зависит исключительно от политической, экономической, да и силовой поддержки из Москвы. Именно после этого Лукашенко отказался от любых маневров между Россией и цивилизованным миром и согласился предоставить территорию Республики Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину. Еще одной важной составляющей этого плана должна была стать победа на президентских выборах в Молдове пророссийского кандидата Игоря Дадона, который по сути к моменту этих президентских выборов уже полностью контролировал ситуацию в стране. Имел в своем распоряжении рычаги влияния и на законодательную, и на исполнительную власть. Именно поэтому поражение Игоря Дадона было воспринято в российском руководстве столь болезненно. Борьба с новым президентом страны Майей Санду и проевропейским курсом Молдовы начиналась буквально с первых же дней после того, как стало известно, что пророссийские силы потерпели фиаск. Энергетический шантаж. Помощь любым политическим силам, которые готовы дестабилизировать ситуацию в Молдове от пророссийских социалистов до партии Шор. Продолжение угроз в адрес Молдовы, причем высказываемых публично. Как известно, еще в первые дни после начала так называемой специальной военной операции России против Украины, в российском генералитете утверждали, что важной целью этой спецоперации является выйти на границы с самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республикой. И это не просто угроза Молдове. Это возможность увеличения российского воинского контингента в самопровозглашенной республике, которая сейчас не имеет никаких реальных возможностей к обновлению. Ну и мы прекрасно понимаем, что могло бы произойти после этого увеличения воинского контингента. Могла бы быть предпринята попытка взять власть уже на всей территории Молдовы. При этом объяснить эту попытку могли бы дестабилизацией ситуации в стране и просьбами неких сочувствующих Российской Федерации сил. А недавно с открытыми угрозами в адрес Республики Молдова выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавру. Причем это были не просто угрозы в адрес государства, но и личные нападки на Майю Санту. Именно такой оскорбительной и с переходом на личности была риторика представителей российского политического руководства перед нападением на Украину. Именно поэтому можно представить себе, что Лавров действует в духе того самого плана, о котором Владимир Зеленский предупредил Майю Санту. Но предупрежден, значит вооружен. И остается рассчитывать, что государственные институции и специальные службы Республики Молдова смогут предпринять необходимые шаги для того, чтобы нейтрализовать возможную угрозу. А граждане Республики Молдова убедятся в том, что Российская Федерация вовсе не друг и не партнер их государства, а страна, заинтересованная прежде всего в дестабилизации внутренней ситуации. В том, чтобы никогда не был положительно решен вопрос территориальной целостности Республики Молдова. В том, чтобы постоянно шантажировать граждан Молдовы с помощью энергетической удавки. В том, чтобы использовать Приднестровский анклав в качестве центра контрабанды, пророссийской пропаганды и коррупции. Вот это и есть реальные интересы Российской Федерации в Республике Молдова. Россия не имеет с Молдовой общих границ. Но именно поэтому влияние в Молдове так привлекает российское политическое руководство. Ведь если у власти в Молдове находятся пророссийские силы, это создает дополнительные возможности у Федеральной службы безопасности и службы внешней разведки Российской Федерации. Это дает возможность действовать на юге Украины при поддержке специальных служб соседнего государства и его политического руководства. В Москве не случайно так ценили Игоря Дадона, который оказался одним из немногих руководителей соседних с Украиной стран, так и не признавших факт российской агрессии против Украины и незаконность аннексии Крыма. Игорь Дадон никогда не встречался ни с одним из украинских президентов, ни с Петром Порошенко, ни с Владимиром Зеленским. Но то, что в самом Кишиневе могло считаться ударом по внешнеполитическим интересам Молдовы, в Москве как раз считали нормальным и естественным разведением российско-молдавских отношений, которые по определению должны быть направлены против Украины. А Республика Молдова должна быть эффективным инструментом дестабилизации и давления и на Украину, и, разумеется, на соседнюю Румынию. И когда Республика Молдова не хочет выступать в роли такого инструмента, не собирается подчиняться внешнеполитическим хотелкам Кремля, тогда дестабилизировать ситуацию начинают уже в самой этой стране. И не просто с помощью публичных заявлений и угроз Сергея Лаврова и других российских чиновников и пропагандистов, а при помощи вполне реальных планов, разрабатываемых спецслужбами, с агентурой, с экстремистскими действиями, с энергетическими ударами по безопасности. То есть, со всем тем джентльменским набором, который у нас теперь ассоциируется с Россией. Вероятно, обо всем этом только в подробностях Владимир Зеленский и предупредил свою коллегу в Кишиневе. И теперь стало ясно, с чем, собственно, были связаны последние политические события в Республике Молдова, как возникали протесты против президента и правительства, и какие на самом деле силы заинтересованы в том, чтобы в Республике Молдова сменилась власть. Те самые силы, которые организовали войну против Украины, которые борются со всем цивилизованным миром и рассчитывают, что в этой борьбе диктатурам удастся победить демократии. Это, вероятно, тоже то, о чем Владимир Зеленский мог предупредить Майю Санту. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты и пользуетесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мир вам!